добрый день друзья приветствую вас на своем канале сегодня будет видео про интересный природный исторический центр в городе свилайдац там экспозиция мы вы назвали это музеем выставляется экспозиция динозавров зверей из африки там есть игра уница для детей на улице хорошая парковка вообще много полезной информации для детей в основном это детский центр в принципе он устроен для детей полностью наслаждайтесь видами и самим центром он здесь очень классный интересный для детей там есть аудиогиды мультимедиагиды вот можно воспользоваться на английском языке в том числе вот но я бы хотела сегодня рассказать на фоне этого классного музея про минусы в сербии конечно потом их сдобрить хорошими плюсами если вы собираетесь переезжать или приехать на какое-то время пожить здесь вы должны знать что вы столкнетесь с серьезными минусами которые для нас такие достаточно бывают иногда критические но если вы примете решение все-таки здесь обосноваться на какое-то время просто их принять вот для нас какие самые были такие неприятные минусы это в первую очередь можно поставить курение к сожалению сербы очень курящая нация курят они очень курят и курят везде на улице в кафе внутри это не запрещено в заведениях курить курят они на прогулке с детьми они идут с коляской курят прям в коляску и идут там с переноской с ребенком курят прям в переноску если вы садитесь рядом за столиком например в кафе с детьми с маленькими любого возраста абсолютно и рядом сидит компания которая курит они не перестанут это делать и не спросят вас там не устраивает вас ли это они также продолжат курить это очень приятный факт особенно холодное время года когда закрываются все веранды на улице и соответственно все все эти курящие люди они просто выразиться закуривают все заведения внутри соответственно это все очень-очень неприятно с этим как бы надо или мириться или никак не приезжать потому что с этим ничего невозможно сделать мы пытались разговаривать с людьми как-то отговорить их не курить присутствие детей им абсолютно это все равно вот такой большой для тех кто ребят кто приезжает из крупных городов миллиоников кто привык к сервису быстрому обслуживанию здесь такого нет в сервис достаточно полака спокойно заказка медленно мастер вызывается на дом в течение нескольких дней может прийти может не прийти в назначенное время заказы из онлайн магазинов приходит в течение недели у нас даже учебник для ребенка приходил белграда в белград две недели а вот единственно вот икея быстро сработала она буквально привезла за несколько дней заказ если вы заказываете какую-то технику домой там компьютеры какие-то то это вообще труба это заказывается у них отдельно где-то других видимо странах поставщиках потом только довозить это белграда это несколько недель как минимум так что будьте к этому готовы качество блюд в ресторанах и кафе очень часто оставляет желать лучшего поэтому хорошие качественные места выискиваются выискиваются вроде бы запоминаются приходишь ты туда еще второй раз и заказываешь еще второй раз а качество уже совсем другое не знаю там какая-то бригада поваров меняется или что-то но бывает и потом разочарование в таких местах минусы какие еще есть знаете вот в парикмахерских очень трудно найти мастеров хорошего уровня со стрижками беда с мужскими самая большая беда потому что это нужно делать ювелирно красиво профессионально поэтому здесь все это даже не знаю на троечку вот тут надо очень спокойно все что касается окрашивание женщин особенно лирование тут тоже очень нужно искать хорошо есть русские стера которые приехали сюда не поднимаются несколько раз ним очередь записи за месяц вот еще один момент который у нас собрались увидели отсутствие детской стоматологии стоматология общая единственное это основной взрослая и туда приходит детям какого-то не имели но вот изучали эти кейсы мы поняли она только взрослая насколько там приспособлены стоматологи к детям особенностях поведения и материалам еще пока не знаем но вот такой фактор есть и они как бы часто не пользуются детской стоматологией они даже не понимают о чем они нужны второй момент который сразу бросился глаза по приезду городе это ребят обилие граффити в белграде просто обилие и засилие граффити причем исписаны все все улицы дома в центре просто иногда поражаешься красиво историческое здание но все из все что можно исписать ребята разупрашивают не знаю где действительно для них отрягается чем-то каким-то художеством на мой взгляд это очень сильно портит облик столицы к этому нужно привыкнуть когда кажется что ты едешь по каким-то заброшенным трущобам и не понимаешь вообще почему это в городе происходит но вот это есть это надо принять еще один такой момент в целом очень много старых домов домов которые на стадии разрушения так как очень много частных домов и дома которые в очень плохом состоянии они со стороны города вообще никак не поддерживаются не ремонтируются и даже если дом разваливается по кирпичам вот как он разваливается так он разваливается никакая служба не заботится о том что как-то его сломать совсем убрать это все ничего не происходит то есть если там мусорка если там все развалилось облупилась где-то штукатурка с этим ничего не делается никаких ремонтов внешних частей дома не происходит иногда бывает очень красивый новый дом стоит рядом с ним просто что-то непонятное разваливающиеся виде землян это тоже вызывало шок сначала у меня но потом как говорится человек ко всему привыкает вот потом что еще мы такое заметили интересное вообще себя почему-то не требуют качественно если они платят достаточно высокую стоимость за школу и за садик например возьмем такие дорогостоящие услуги и самых дорогостоящих они почему-то не требуют даже если цены повышаются требует чтобы качество на тоже улучшилось садики там улучшилось питание для детей да если она не устраивает она зачастую не устраивает что-то там внутри поменялось там дополнительные за какие-то наборы там учебные материалы и игрушки что-то что-то обновилось обновилось нет у нас например когда подняли достаточно хорошо поднялись на засаде как ничего внутри не изменится ребята не по питанию не по каким-то внутреннему наполнению воспитатели и так далее занятия и никто ничего не сказал буквально там два-три человека просто тихо ушли из группы то есть там нарекания на доктора были тоже никто ничего не сказал но пришли наверное бы требовали за свои деньги и качество для нас это непонятно очень ребята сербы любят собак это я ничего против не имею я всегда за животных люблю животных но обилие экскрементов после тяжелых тоже иногда очень расстраивает утрам да принято убирать за собаками намного больше чем в россии в целом большая часть хозяев питомцев убирает за ними но есть такая часть которая не убирает ребята к этому реально надо привыкнуть особенно ближе к центру города районы которые полностью асфальтированы где нет каких-то специальных площадок для выгула это все это стоит вот в целом наверное это все такие основные самые бросающиеся на первый взгляд глаза минусы но очень бы хотелось бы сказать и про плюсы ребята на самом деле все это перекрывает отношения к россиянам любовь и отзывчивость зачастую при оформлении документов каких-то при таких на бенже например при оформлении каких-то документов на компанию при оформлении детей в школу здесь очень люди отзывчивые и всегда говорят что например по поводу у детей сначала нужно помочь детям а потом уже всякие документы требуют да если что-то где-то они перевод не знать как перевести тебе объяснить на английском не приведут человека налоговой была такая история не привлечивая из банка человек из банка просто рассказал информацию про блоги как оплатить на английском языке у нас это конечно было потрясающе к детям отдельное трепетное отношение это всегда любовь и поддержка и если что-то вдруг случилось ребенок плачет все сразу подбегут там конфетку дадут пластырь приклеить если ребенок в общем всячески постараются помочь все-таки нас объединяет еще общая вера православная даже тех людей которые в общем-то это не особо там входит в церковь да каким-то следует канонам но в целом ребят это нас естественно объединяет если бы у нас была разная вера нам было бы сложно наверно в каких-то направлениях общаться конечно сейчас для нас на руку играют хороший курс рубля его укрепление поэтому например марте когда мы приехали в обратную сторону курс он был намного хуже цены немножко пугали потом рубль укрепился и сейчас в принципе самое время наверное приезжать и делать покупки вот еще один плюс это лояльные ковидные меры тут они тоже есть но ты хочешь носить маску носи хочется носить перчатки носи не хочешь ничего не делай ничего не носи не хочешь не прививайся хочешь прививайся это абсолютно твое дело никто тебя ни к чему не принуждает это плюс вот и конечно относительная легкость получения вида на жительство это вы можете получить удовлетворительство есть движимость если вы или ваши дети будете учиться в учебных заведениях господи сейчас даже все не вспомню если вы откройте компанию что там еще наверно или если вы не хотите ребят все это делать если вы еще приехать и будете искать работу есть возможность 30 дней жить без визы а потом просто выехать за границу делаем так называемый визоран и получить вновь печать ваш паспорт еще один плюс упомяну это то что сербы очень лояльно относятся к незнанию языка всегда говорят палака ты выучишь то спокойно дай в себе время и ты выучишь наш язык он достаточно для тебя будет простой но на этом наверное все все что я хотела сегодня рассказать мое видео заканчивается пожалуйста пишите свои вопросы постараюсь их осветить подобрать для вас важную полезную информацию всего хорошего